Видео, опоздавшее на полгода с выходом, именно в начале марта я планировал сделать небольшой обзор нового внешнего сетевого интерфейса с поддержкой Ethernet, но из-за начавшихся в конце февраля событий данное мероприятие пришлось отложить. Сегодня попробуем вернуться к этой теме и все же попытаюсь рассказать о новой плате, которую я разработал. Данная версия сетевого интерфейса является продолжением предыдущих вариантов плат и если до этого все версии сетевых интерфейсов являлись беспроводными, то есть связь осуществлялась по каналу Wi-Fi, то в данном случае здесь присутствует разъем для подключения кабеля. Ну и соответственно сама схема техника немножко усложнилась, то есть у нас добавляется микросхема для выполнения физического уровня сети. Ну а сам сетевой уровень Mac он реализован в чипе ESP32. Для того, чтобы оставить размеры модуля такими же, какие были предыдущие версии внешнего сетевого интерфейса, пришлось установить версию ESP32 в миниатюрной сок-версии. Ну с обратной стороны у нас присутствует microSD слот, ну и кварц, который необходим для тактирования системы физического уровня, ну и всех импульсов, которые приходят на ESP32. Также здесь изменился веб-интерфейс, ну точнее я специально поменял цвет для версии Ethernet. Все остальные настройки, ну кроме отсутствующих настроек Wi-Fi, они в принципе идентичны. То есть все сервисы, все настройки, которые были разработаны до этого, они поддержаны в том же объеме. Ну даже я бы сказал, за это время произошли небольшие доработки, усовершенствования, о которых я расскажу немножко позже. Также, как и в предыдущих вариантах, есть возможность установить внешнюю антенну для того, чтобы в случае использования данной платы в Wi-Fi режиме, это также предусмотрено заменой прошивки. И в принципе данный модуль будет работать, как и в предыдущей версии. Для этого можно установить внешнюю антенну, либо использовать печатную. Также на базе версии с Ethernet планируется дополнительная плата, которая будет интегрировать в себя ZigBee интерфейс, то есть координатор. И с помощью прошивки можно будет подключать устройство по данному протоколу. Такая же версия планируется для предыдущего сетевого интерфейса, который Wi-Fi, но все они в похожем форм-факторе. Ну и после сборки это примерно планируется в таком виде, то есть добавляется еще одна микросхема. Ну и для того, чтобы усовершенствовать, сделать универсальный вариант, все это интегрируется в слот microSD. Также я проработал несколько вариантов установки данных модулей. Например, на динрейку для этого я использую вот такой кронштейн, предназначенный для твердотельных реле. По размеру сетевой интерфейс, в общем-то, как раз идеально подходит. Единственное, на нем нужно сместить одно отверстие, которое крепит плату к кронштейну. Используя данное решение, можно быстро установить модуль на две стойки и таким образом закрепить его на динрейке. Второй вариант установки предполагает использование пластиковых дистанционных стоек, которые предназначены для установки с одной стороны на плату, с другой стороны также это может быть либо плата, либо какая-то металлическая стенка. То есть вот в таком виде это можно приобрести разной высоты эти стойки, ну и установить на посадочные места вместо металлических стоек. Получается вот такая конструкция. Дальше подача питания на сетевой интерфейс. Посмотрим некоторые особенности по работе. При подаче питания, когда у нас сетевой кабель не подключен, то есть плата не может получить IP, интерфейс запускает точку доступа, к которой может подключиться телефон и сделать первоначальные настройки. Если же у нас кабель подключается, у нас автоматически плата получает IP-адрес по DHCP, либо если настроен статический IP-адрес, то работает по статическому IP-адресу. В случае отключения разъема от платы, то есть связь пропадает, у нас поднимается точка доступа. И с помощью этого интерфейса можно зайти и установить какие-то настройки, либо обновить внутреннее ПО, либо перезагрузить плату. При первом запуске плата всегда поднимает точку доступа, которая отключается через 15 секунд, если к ней не было подключения внешних клиентов. Если же клиент был подключен, то точка доступа не отключается до того момента, когда происходит разрыв связи. То есть таким образом есть возможность всегда подключиться при первоначальной настройке, для того чтобы узнать IP-адрес. Ну а дальше можно работать с обычного компьютера, либо телефона уже по стандартному варианту. В данном случае пример веб-интерфейса, который реализован. Как я уже сказал ранее, здесь все настройки, они идентичны версии с подключением через Wi-Fi. Только нет необходимости сканировать доступные роутеры и вводить пароли для подключения к сети. Также очень легко можно обновить встроенное программное обеспечение по воздуху. Нужно выбрать файл прошивки. И после этого интерфейс предупреждает, что устройство будет перезагружено после обновления. И идет процесс обновления. При этом светодиод, как и в версиях с Wi-Fi, моргает в процессе загрузки прошивки. После того, как прошивка будет обновлена, он прекращает свое моргание. И через 3-5 секунд происходит перезагрузка. В случае, если это Ethernet кабель, то у нас автоматически модуль стартует с обновленной прошивкой. Если после старта нет клиентов, подключаемых к Wi-Fi точке доступа, то через 15 секунд у нас данный сервис отключается. Что можно видеть по количеству высвобождаемой памяти. Также с недавних пор улучшена работа MatBus TCP протокола. То есть сейчас у нас доступно подключение до 4 клиентов. Это пример демонстрации трех подключений MatBus Pool. То есть мы видим, что один и тот же IP-адрес используется, один и тот же порт. При этом у нас доступно 3 клиента на экране. То есть все адреса мы можем менять в любом из клиентов. И мы видим, что они синхронизируются. Ну, четвертым может быть, например, приложение Avertuin на телефоне. Ну, это в принципе облегчает как настройку, так и работу с данным модулем. В конце видео еще один пример работы с цифровыми датчиками температуры и влажности с подключением к внешнему порту. А также туда же подключен кабель MatBus RTU для подключения к компьютеру по RS-485. Аналогичная конфигурация по подключению использовалась в предыдущем видео, где я рассказывал про работу с архивами. По основным отличительным особенностям версии Ethernet модуля я рассказал. В следующий раз рассмотрим применение данной платы в качестве использования точки доступа для выхода в интернет через канал Wi-Fi. Продолжение следует...